Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Татьяна Климова из сайта Русский Подкаст, и я объясняю вам интересные, длинные, оригинальные, редкие слова русского языка. Если вам нравится моя работа, пожалуйста, покупайте мои книги, упражнения на перевод, очень полезные, транскрипции для подкастов, то есть вы можете понять все слова, которые я говорю в подкасте, и, конечно, мой клуб Русская Дача для самых позитивных и мотивированных людей, где вы получаете видео и подкасты каждые пять дней. Дорогие друзья, сегодня я не знала, какое слово выбрать вам, для вас. Я думала, думала, что выбрать, какое слово, и тогда я решила просто открыть, открыть книгу на русском языке и взять первое длинное интересное слово, которое я увижу. Я взяла книгу «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, открыла на первой странице, первая глава, и там я нашла такое слово «Сверхъестественный». «Сверхъестественный». И это наше слово сегодня – «сверхъестественный». Хорошо. «Вверхъестественный» «Вверхъестественный» Это значит «выше», наверху. Например, это книга, Это верх книги, это низ книги, ну или так, верх-низ. Сверху это значит на. Например, 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 например. На книге есть ручка, сверху есть ручка. Сверху есть ручка. Верх это наверху, внизу наверху. Сверху, снизу. И естественный, естественный это русский эквивалент, натуральный. Естественный значит как должно быть, как обычно должно быть, что-то натуральное. Например, это мой естественный цвет волос. Например, раньше у меня был неестественный, у меня была хна. Это специальная такая краска, но это натуральная краска, но это был мой неестественный цвет. Мне кажется, видно здесь естественный, здесь неестественный. И сейчас я хочу иметь естественный цвет волос. У меня есть уже белые волосы, седые волосы, но я предпочитаю сейчас естественный цвет. И естественный это значит как обычно в жизни, как обычно в природе. Естественный цвет, естественная вещь. Например, мы можем сказать, когда что-то нормально. Например, я иду по улице, и я вижу, как мой муж, например, целует другую женщину. И я в шоке. Я в шоке. И я могу сказать, я была в шоке. И вы можете сказать, ну, это естественно, да, то есть это нормально, что ты была в шоке. И также естественно значит, конечно, естественно, ну, конечно, да. Например, чтобы... Чтобы, чтобы, чтобы... Что можно сказать? Например, например, я приглашаю хорошую подругу на день рождения. И я говорю, я тебя приглашаю. Ты придёшь? И она говорит, естественно. То есть, конечно. Естественно, я приду. Конечно. И сверхъестественный значит больше, чем нормальный, больше, чем натуральный. И это значит обычно что-то нелогическое, чего нет в нашем мире обычно. Например, сверхъестественные способности. Способности здесь, это значит таланты. И когда вы смотрите, например, Бэтмен... А, нет, Бэтмен нет. У Бэтмена нет сверхъестественных способностей, да. Ну, например, Человек-паук, вы знаете... У него есть сверхъестественные способности. Все эти фильмы Марвел, вы знаете, супергерои, у них есть сверхъестественные способности. Она может читать мысли, то есть знать, что думают люди. Он может, например, быть невидимым, мы можем его не видеть. Это сверхъестественные способности. Есть такой сериал, сверхъестественное. Очень длинное слово, повторите. Повторяйте, когда я говорю, повторяйте. Сверхъестественное. Это такой сериал. Я не смотрела. Вы смотрели сериал сверхъестественное? Я нет. И в нашей книге «Мастер и Маргарита» в каком контексте он использует сверхъестественные? Он говорит... Там есть герои, несколько персонажей. И он говорит об одном из персонажей. Он говорит, у него на лице были сверхъестественных размеров очки. Очки вы знаете. Очки. Так. Вы можете сделать так. И размер это... Это сколько сантиметров. И сверхъестественных размеров очки значит слишком большие очки. ненормального размера очки. Сверхъестественный размер значит может быть вот такие очки. Но сейчас модно, да, очки сверхъестественных размеров. Обычно раньше были такие, сейчас такие. Хипстерские. Вот. То есть сверхъестественный значит необычный, какого обычно нет в нашем мире. Сверхъестественные способности. Да, это способности супергероев. Вот, дорогие друзья, вы выучили новые слова. Да, сверху. Естественно. Сверхъестественные. Да, сверхъестественное. Вот так. Дорогие друзья, а вы верите в сверхъестественные феномены? Например, фантомы, вампиры. Это сверхъестественное. Я не верю. Но иногда интересно посмотреть фильмы. А, честно говоря, я не очень люблю фильмы про сверхъестественные способности. Мне кажется, жизнь достаточно интересная без сверхъестественных вещей. Но это тоже жанр, это тоже интересно. Я надеюсь, вам понравилось. Желаю вам сверхъестественных успехов в изучении русского языка. До скорого. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok